Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем доброе утро. Продолжается программа «Утро на Болткоме» Олег Пик Александр Шунин. Доброе утро. Собственно, говорим мы часто о вещах не очень приятных в эфире Радио Болтком. Ну и для тех, кто вот слышал уже о повышении цен на газ, электричество, всегда как бы неприятно, когда повышаются цены. Но многие, может быть, не отдают себе отчет о том, что это только первая костяшка домино, которая может повалить вот целую цепочку за собой. И что речь может идти не только о том, что нам придется платить дороже за электричество, там, скажем, не выключенный где-то там свет в ванной комнате набежит денежка. Но, тем не менее, вот все эти повышения цен, они на энергоносители, они повлекут за собой повышение выплат на рабочую силу. Это, в свое время, в свою очередь, повлечет другие, запустят процессы и в результате могут подорожать очень существенно в конечной цепочке этой продукты. И вот на эту тему, каким образом это может отразиться, почему и в каком объеме могут повыситься цены, мы хотели бы сегодня поговорить с руководителем Института агроресурсов и экономики, с Ингуной Гулбы. Мы сразу хотим сказать, что мы будем вопросы задавать на русском языке, а Ингуной Гулбы будет отвечать нам на латышском. Ну, такая вполне уже привычная, на самом деле, форма общения. Госпожа Гулба, доброе утро. Да. Алло. Доброе утро. Прекрасно. Объясните, пожалуйста, на самом деле цепочку вот этого взаимодействия, как повышение на газ, электричество в итоге скажется на стоимости продуктов питания на полках магазинов? И насколько может быть значительным это увеличение цен? Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует... 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 СССР поддерживаете ли вы эту инициативу о применении 5% ПВН на продукты питания, и как вы оценили бы шансы на успех этой инициативы? СССР поддерживаете ли вы эту инициативу? 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 Утро